Ротару в ярости, Бандеровку долой. Москва не стала терпеть. Бандеровку долой. В Рунете горячего обсуждают поездку народной артистки СССР, героя Украины, Софии Ротару в Москву для съемок в новогодних шоу на российском телевидении. Не уведущую 70-летнюю артистку назвали спонсором украинских карателей и потребовали запретить бандеровский огоньок. Еще более молодая и стройная, чем в минувшем летом, когда все на фестивале в Баку восхищались формой 70-летней мебелярши, София Ротару поет новую песню. Это видео появилось в инстаграме концертового директора футарянки Сергея Лаврова. Судя по всему, София Михайловна прилетела в Россию на съемки новогодних огоньков. После появления этой новости в благосфере забулирую. Сначала в комментариях к публикации Комсомолки, а потом и на других интернет-ресурсах. Обалдеть! Она же спонсора ТОП! Сама неоднократно говорила, живя в Крыму, российское гражданство не хочет брать. А Россия только плохое говорит. Кто ее сюда приглашает? Голова есть? Срубит здесь бабла и АТОшникам передаст на убийство Танчан. Такой вандеровский огонек нам не нужен. Пусть в АТОшу рует, на передовой поет. Только этого еще не хватало. Вандеровку долой отсюда. Пусть поет свои песенки убийцам, мародерам и насильникам, героям АТО. Шапочка с огромным удовольствием покоряла бы концертные залы Парижа или Милана. Да вот только никому там она нахрен не нужна со своими песнями. Бедная Ротар. В таком почетном возрасте уже отдыхать надо, а у нее на шее все ораво сидит. Котик кроет и перетягивает старушка физиономию, чтобы сын с семейством с голоду не подох. У них там все Ротары и Пашинские, якобы скануне и активные участники АТО. У нас всякие Валерии и Перегожины, якобы Киселевцы и Кура Патриоты. А на самом деле им глубоко плевает на политику и на кубыдла, которые смотрят на них по телевизору. Самое главное для всех этих фонограммщиков – Ротар. Впрочем, нашлись у певицы и защитники, которые считают, что новые артисты отметили лучше старых. Я очень люблю Софию Ротару и рада, что она будет петь на Новый год. А то надоели эти глупые и безголосые матерешники подзаборные. Все эти парни пустые, за которых стыд. Напомню, что София Ротару приходится выслушивать упреки и в России, и на Украине. Русские упрекают певицу в выделении денег в помощь участникам так называемой антитеррористической операции в Донбассе, а украинцам в том, что она ездит в Москву в доступать. Авторитетник, участник боевых действий в Донбассе Евгений Джексон Терехов заявил в эфире украинского пятого канала о том, что одна из российских звезд эстрады отдает половину своих гонораров за выступление в пользу участников так называемой антитеррористической операции против Донецкой и Луганской народных республик. Заявление прозвучало в контексте обсуждения выступления граждан Украины на концерте 23 февраля в честь Дня защитника Отечества в Москве, в котором приняли участие Таисия Павалин, Вера Брежнева и София Ротан. В ведущем программы Роман Чайка заметил, что Павалин, бывший депутат Верховной Рады от партии Виктора Януковича, едва ли показывает помощь украинской стороне конфликта. Я не хочу говорить о человеке из этой страны. Да, она дает концерты в России, но она приезжает из каждого концерта, на половину гонорара отдает волонтерам на АТО. Одна из этих трех. Не хочу, чтобы были какие-то претензии к ней. История об этом умалчивает. Думаю, человек сам расскажет когда-то об этом. Рассказал Терехов, женатый на украинской певице Наталке Карби. Певица, актриса, телеведущая, бывшая участница по группе «Пеагра», а также посол доброй воли ООН по вопросу личности и Дагеразрежнева, является уроженкой Непродзержинской. Ее известным земляком является генсек Леонид Брежнев. Но на этом связь между ними заканчивается. Все детство и юность Вера проливала на Украине, где закончила институт инженеров железнодорожного транспорта. Певица несколько раз была замужем. Сейчас его супругом является продюсер Константин Милатин, вторая имя которого она все время находится в центре жизни отечественных шоу-бизнеса. По опубликованной в сети информации родители певицы проживают в городе Борисово, неподалеку от Киева. Квардиру там их покупала сама певица. В феврале 2017 года в специальном разделе сайте президента Украины была опубликована петиция с требованием наказать выступающей в ВРФ эстрадных певиц за предательство и неуважение к украинскому народу, и среди них Веру Брежнев. Инициатива так не получила достаточной общественной поддержки. Народная артистка СССР София Ротару имеет украинско-молдавские горьи. Она родилась на молдавском селе Маршинцы, Новоцельского района Терневицкой области на Западной Украине. Будущая всесоюзная звезда окончила местные музыкальные училища и вышла замуж за музыканта Анатолия Ягогини, будущего народного артиста Украины. В 2002 году Ротару было присвоено звание Героя Украины за выдающиеся заслуги перед украинским государством в развитии искусства. Во время Оранжевой революции на Украине София Ротару вместе с семьей раздавала еду людям, пришедшим на площадь независимости в Киеве, а в 2006 году выдвинула свою кандидатуру на выборах в Верховную Рату от блока Литвина, но не получила достаточного количества голосов. В 2014 году раздавился скандал. Сын Софии Ротару Русланы Докимов в день независимости Украины выложил снимок всей своей семьи желто-голубым флагом на страничке в социальной сети, сопроводив его комментарии «Слава Украине!». Артистке пришлось разъяснить российской прессе, что никакой политики в этом не было и опровергать в студии об отказе от российского гражданства и от выступлений в Киеве. При этом она заявила, что не сказала, чтобы получить паспорт гражданина России из рук лично Владимира Путина. София Ротару является известной астрадной певицей, дирижером, танцовщицей и предпринимателем. Помимо выступлений на сцене ей удалось измяться от трех фильмов и более 20 музыкалов. Певица имеет десятки почетных наград и премий. В ее биографии было много взлетов и падений, впрочем, как и в биографиях многих известных людей. Итак, перед вами биография Софии Ротару. София Михайловна Едакименко Ротару родилась 7 августа 1947 года в молдавском селе Маршинцы, что в Черновицкой области Украины. У нее было два брата и три сестры. Любовь пение в Софии привела старшая сестра Дина, которая была слепой от рождения. Музыкальный талант Софии Ротару появился еще в детстве. Когда ей исполнилось 7 лет, она уже пела в церковном хоре. Из-за чего ее хотели отчислить из рядов пианины. Помимо пени, ее также интересовало театральное искусство. Она даже посещала местный драм-кружок и параллельно затем занималась пением. Наступлением ночи София брала в руки баян и шла в сарай разучивать песни. Заметив у дочери пристрастие к музыке, отец научил ее правильно петь, поскольку сам обладал абсолютным слухом и необыкновенным голосом. В юные годы София также интересовалась спортом. Во время учебы в ней удалось занять первое место в школе по многобороту. В будущем, благодаря хорошей физической форме, Ротару сама исполняла некоторые трюки на съемочной площадке, не прибегая к помощи баскадеров. В 15-летнем возрасте Ротару впервые выступила на районном конкурсе за меня в первые годы. Затем она победила на областном смотре в Черновцах. Окончив школу, София поступила в Черновицкое музыкальное училище. В 1964 году в ее биографии происходят знаковые события. Она пойдет в Кемлевску, дворца изъезда, где ее очень хеопство принимает старичные публика. В скором времени ей удалось выступить на республиканском фестивале народных талантов, происходившем в Киеве. И вновь победа! Постепенно София оставилась все более популярной, и уже в 1965 году ее фото разместили на обложке журнала «Украина». Вскоре эту фотографию увидел ее будущий супруг Анатолий Евдокимов, который также был творческим человеком. Познакомившись с восходящей звездой эстрады, он смог организовать для нее оркестр. С того времени двое молодых людей уже никогда не раздавались. В 1968 году София Ротару стала участницей 9-го всемирного фестиваля молодежи и студентов происходившего в Болгаре, и там ее снова ждал себя успеха. Она стала лучшим исполнителем народной песни, получив положительные отзывы от членов жюри и симпатии со стороны зрителей. В этом же году Ротару вышла замуж за Евдокименко. Ротару, Ротару. Ротару. Продолжение следует...